вот посмотри какой у него хвостик каким отливом как у него жабо вот это сверху которая идет одинаковые только спереди чуть-чуть вот эти вот красота то какая они все одинаковые это видимо стали такие вот бежит все это хорошо но как только подумаешь что уже август месяц а в сентябре им голову отрубят это же хозяева которые ими любуются как-то сразу делается не по себе это голову перережут а он ничего не знает ходит собирает ест и все это человек губит из-за того что сам согрешил сам ты же согрешил и ты же убиваешь других вот это грандиозная эпопея с адамом и тем более когда все начинаешь обдумывать бог то это знал заранее что это будет и вот эта человеческая история семь с половиной тысяч лет ну допустим еще лет 20 она продлится но дальше то тут люди замыслы имеют уничтожение друг друга комитет 300 у бог это все это известно известно было грехопадение сатаны как третью часть ангелов он соблазнит и 100 миллиардов погубленных людей которые умрут водами все умирают вот когда на все это смотришь то как может смеяться вот посмотри вот какое все везде у нет откуда мы идем какая красота в кверху подними розы чего так у нее не растет неонила там это рябина вот она через борт свесила справа и все мы умрем все и эта красота сгинет боли боли было было деревне здесь потом она сгинула вон тоже смертница выглядывает вон она пошла выходи где надежда васильна то нету каждый раз иду замок куда надевается она здесь обычно вот уенчиков уенчиков да вот она смотри как они ищут ловят кузнещика все ты должен смотреть на них как палач я не знаю я зарубил ли курицу хоть одну или нет голубей да я их держу и то же самое приходится делать выборочно не ну как селекции выводят когда но этого не было какой хвостик то у него посмотри каким отливом и там он бегает сколько их победит а это лёша устина завел вон там наши кольца из колец вылазит то одна вылезет то вторая там что-то не находят в кольцах сегодня там них находят или интересно им так и посмотришь вот батюшка дает там не забудьте взять на крылешки ножки лежат ножки я беру барашек прыгал бегал еще ноги на змея как в коленке сгибается вчера он бегал бегал бебе кричал и вдруг нету быка колят а он ребенок у нее был и корова недовольная стихотворение написал как жалуется вся скотина на человека вы в меня разбарабанили идти не могу вам молоко надо а я-то причем нормальной жизни нету колят бычков и большей частью то и телочек колят и коровы и все человек себе подчиняет мнение скотина это хоть вся исчезнет даже кроме коровы молоко то тоже люблю вот так а наши начали растуждают и рыба также такая эпопея и это все было известно и когда-то волк сигненком рядом были и лев и гнездо аспида и дитя прострет руку и змея не жалила смотрите вот как эти бывает кобра лежит в одной постели с ребенком показывает дескать вот как она может быть у нее вы лами нажала но она задавить может там укусить дело то даже не в этом дело в том что все это связано с адамовым падением и постигнуть это не дано выход только один непрерывный ропот хула на бога или полное смирение прославления ты боже знаешь я ничего не знаю ты знаешь что я люблю тебя господи ты знаешь и он опечалился то что любовь наша она все подкрашена чем-то это что у меня тут мама жена я пришел поэтому то есть я их люблю моя любовь то разбавлена еще любовью к друзьям любовью к порядку к тишине к труду который я заложил то это все к богу бог призвал а у бога то все не так и поэтому наше представление о рае оно не просто приблизительно она совсем не такое не такое и там вот один рассказывал мне когда он адмирал он говорит тут у нас взять воробья и павлина еще сравнивать а там одного перышка воробей не стоит так наш павлин там на небе говорит с тамошним воробьем также выглядит такое там он прекрасный как это может быть но вот так этого сравнения такой глаз не видел на земле нету нету никто не видел той красоты и даже рассказать никто не может самый краснощивый златоуст не может ухо не слышала это нельзя передать просто хорошо нам хорошо быть здесь там на фаворе вот это вот и есть хорошо хорошо осознавать эту красоту вот какой у нее вкус у всех разных это уже калина там он рябина это калина калина с медом калина а вот говорит я и без тебя хорош тоже прилепилась а к меду посмотри какая горесть и горесть из земли и ту же арбуз мне семечко интересно видеть звезд этой сердечко да его смотри на все когда смотришь это же проповедь непрерывная проповедь проповедь жизни и смерти и заново что-то возрождается умирает и все это связано с адамовым грехом потому что у бога нет смерти смерти бог не сотворил она завистью дьявола вошла в мир завистью его великий бог и когда бог дает пробуждение душе на все это смотреть и понимать временность и во временном не описуемую красоту божию в каждом листике вот я помню маленький был не маленький уже года три-четыре у меня уже гербарии были у брата ничего не было а я каждый листик смотрел его засушивал и зимой смотрела брату это не нужно было и другие вот что тоже есть это я каждая пёрышка рассматривал голубей они как будто не видят а он кошечка охотится он сидит на кошечка сидит и жди она сверху когда смотрит мышка то и прыгает прямо и у нас точно так же я видел подпрыгнула и все там крапивы и проходу то нету она через это пытается и вот на что бы ты не посмотрел вокруг меня все абсолютно все вопиет о славе божией о дивной милости его он серафима куда-то видно собирается володя машину выцвете его ехать куда-то вот садится по гостям говорила сына повезти вот любящий сын повез ее вот эта мысль мне пришла глядя на петушка я другой раз останавливаясь долго сижу голуби ли воробьи все интересно вот интересно да даже это нельзя как объяснить у нас говорю у любы сыплята вывели с сысарками ну сысарка это совершенно другой у нее образ жизни и они с ними ходят сысарки ходят далеко-далеко от деревни а курицы то не ходят и они с ними два кажется петушок и курочки и они на на ночь взлетают на деревья где-то и эти тоже рано ложатся курицы спать они только с сысарками вместе они едят каких-то жуков это не не птичей едат и они и видимо друг другу говорят а мы не курицы вот так и человек с кем-то познакомиться себе уже начинает наворачивать то как то я да я крестьянский сын я сын пастуха и мне никогда не было завидно что он занимает такую должность начальник я наоборот даже другой рассмотрю сколько у него заботы это же все а я пришел бич повесил и пошел отдыхать ну конечно это детские рассуждения и все таки вот посмотрели покажу сейчас вот эту двудомная крапива вот посмотри какой у нее листик а вот это вот крапива дурная вот а которая ну лечебно это для ребятишек по жопе когда бьешь их вот она гляди какая она а там у нее сколько этих то которые кусаются то листики ох ты даже снизу это укусила вздрогнул вон она вся я и она как будто бы ждала только и тут я не согнулась ничего и и уже запустила а это нужды нету или ешь двудомная крапива даже крапива тут еще третья сорта есть такая мелко больше не растет ее берут когда я не знаю какая-то какая-то болезнь и ей в бане парятся она жжет так наполовину не это это напаришься так всю неделю будешь чесать и потом у нее шиповник растет вон и откуда не глянь неописуемое все красота и чудеса это потерявки мы находимся дивная милость божия слава христу пошли будем дома